Я уходил из театра. Но это было давно. Я был еще моложе, чем сейчас, намного. А сейчас как-то уже, хоть и мне вот недавно полтинник прогремел, и мне вот это одно из самых таких смешанных событий в моей жизни. Как-то так, полтинник. Это просто какая-то нелепость. Но, тем не менее, все-таки как-то уже поздновато думать об этом. В последние пять лет появилось как-то много интересной работы, и это меня радует и вселяет надежду. Сейчас нет, пожалуй, таких мыслей не приходит. У папы вчера был тяжелый день. В папу стреляли. Ой, каждый раз одно и то же. Стреляли, тяжелый день. Да я тебе больше не верю. Я когда-то был в этом периоде, закончил школу. Потом как-то по недоразумению поступил. Учился в институте водного транспорта. Кстати, на одни пятерки. Высшая математика. Но мне нравилось это все раньше. Но потом, так случилось, что мне пришлось лететь в Академотпуск, и я попал на свой Ворше, откуда я, где я учился, где я родился. И учился в школе. Там такое одно из градообразующих предприятий, комбинат, где мои родители всю жизнь проработали. И я там полгода работал слесарем. И там в три смены. Я не помню, в три смены я работал. Но в две, по крайней мере. И я тогда думал, боже мой, как я хочу какую-то профессию, чтобы не с восьми до пяти. Вот как же я хочу. Ну, почему бы нет, например, что мне нравится в этой профессии. Да, в 12-м году, когда мы выпустили «Врага народа», я на банкете после спектакля спел песню. Я могу чуть-чуть напеть. Снова туда, где я не герой, где я в лучшем случае только второй. В пьесу ныряю, как в воду пловец. Зритель, смотри, здесь я снова подлец. Убийцам сдаимец, прихлебатель злодей. Лакей проходимец, вор, слезняк лиходей. Дама в испуге не глядит на меня. Шепчет подруге, вот свинья. Я бы рад аксельбант напялить. И отвагу и честь прославить. Вот представьте, я весь в белом барабанной мятеж стонет зал. Но зовет помреж. Слезу роняю и так далее. И как-то меня услышал Лев Абрамович. Вот вы знаете, вот как-то услышал. И после этого я действительно в кино, как-то до этого я иногда играл, ну, грубо говоря, не отрицательных персонажей, сложных каких-то персонажей. Ну, здесь тоже были такие, как бы, под лицей сложные, но все-таки, ну, так грубо говоря, как бы со знаком в ту сторону. А в кино случалось разное. А вот в театре как-то, да, как-то вот я, вот перед этим я просто вспомнил роли. И вот просто как на подбор. Крысиные короли и так далее. Женька Богданов. А хочется проголеть эту роль? Ну, я уже... Какие у вас отношения со строй? Я очень люблю эту роль и этот спектакль. Очень люблю. И я боюсь, вот, как бы, я помню свое ощущение первое. Я его сыграл первый раз уже в 2010 году. Дядя Иванович ездил в Америку. А Петя Сима, который играл тогда, это он... Его не пускают с некоторых пор в эту партнерскую, как говорит наш президент, страну. И я там играл. Ну, это было как какое-то такое тупое ощущение немножко. Как-то я был к этому как-то не готов. И, ну, не подготовлен даже, ну, в смысле раскрепощения, что ли, как бы, свободы. Ну, вот, в этом театре своего места какого-то. А сейчас как-то я вот первые спектакли очень устраивает ощущал. Это было очень сильно. Я боюсь, как бы, вот, чтобы не затаскать это ощущение сейчас, со временем. Хотя есть проблемы, спектакль уже, ну, так, уже очень взрослый. И поскольку я ввелся, это тоже, с одной стороны, было какое-то сильное ощущение и такое острое. Но поскольку я там особенно не копался, не расширял рамки, то сейчас вот возникает уже иногда такая проблема. Хочется куда-то как бы, ну, мозгом, разумом как-то заглянуть, подумать про какие-то возможные варианты ходы, обогащение, расширение. Ну, это возможно, это возможно, но структура. Роль мечты. Вот недавно про это думал, не сказал бы. Это может быть что-то очень неожиданное. Мне хочется что-то вот очень неожиданного, что-нибудь такого, ну, эксцентричного. Я люблю эксцентричное. Может быть даже, да, может быть даже. А вы застенчивый артист? Я застенчивый человек. А артист нет, пожалуй, нет. В определенных условиях, с определенными людьми, которые, если мы доверяем друг другу, я могу раскрыться. И можно у меня даже немножко так... Потише, потише. Драматургов. Неожиданно, что вот Чехов стал вдруг. Угу. Я тут все рассказы перечитал. Я вот сейчас взял три Чехова, потом перечитать их что-то. Прочитать там «Остров Сахарин» хочу. Не читал. Пьесы, да, это все очень интересно, но это так, это можно и так, и сяк, и по-разному, и пятое, и десятое, а когда рассказ, когда он написан, и когда там есть абсолютно авторская мысль и образ, и с этим тут ничего не поделаешь, и это просто какой-то скучную историю. Я просто, я с ума сошел просто. Когда-то мы с тобой, сестра, смотрели в этой самой комнате, а теперь мне уже 51 год, как это ни странно. Вот у нас тут был спектакль в декабре «Три сестры». Это было что-то грандиозное. Это там, и причем это были замены, там все вошли без репетиций. Курышев играл тогда Кулыгина, а Раппорт первый раз играл Машу. И Сережа Кулыгин был. И как-то все сошлось. И это было вот, знаете, вот это вот, вот ради этого. Это я уже начинаю немножко забывать, но я никогда не забуду этот восторг. Если я что-то такое почувствую, то у меня будет с чем сравнить. Я вспомню, но до этого очень трудно подняться. Бывали какие-то секунды, какие-то мгновения, ради которых и стоит жить в этой профессии, наверное. Но вот это одно из последних. Это было невероятно. Дядечка, тебе правда нужно молчать. Молчить себе и все. Если будешь молчать, тебе самому будет покойнее. Молчу, молчу, молчу. Только вот отдельно. В четверг я был в окружном суде. Ну, сошлась кампания, начался разговор. А то Масюха, пятое, десятое. И, кажется, вот можно будет устроить за нем подвикселя, чтобы заплатить проценты в банк. Ох, если бы Бог помог. А потом я поеду. Еще раз. Поговорю. Твоя мама поговорит с Лопахином. Ей он, может быть, не откажет. Ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине. Твоей бабушке. Вот так и будет действовать с трех сторон. Дело на самом слепе. Проценты мы заплатим. Я убежден. Честью моей, кем хочешь, клянусь, имение не будет продано. Ну, вот тебе моя рука. Назови меня тогда дрянным бесчестным человеком, если я допущу до аукциона. Всем существом моим клянусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.